ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Свои ряды от людей, которые неответственно относятся к приездам на игры. Ну и для того, чтобы в будущем бороться за призовые места в следующих чемпионатах. К сожалению, в этом уже рассчитывать на какие-то высокие места им не приходится. По тем или иным причинам. Ну а мы переходим к играм, которые случились у нас в 15-м туре. Начнем с игры Фортуна, Дюссидор, Фиорентино. Друзья мои, 3-3 результативная ничья, которая стала новостью для его команд. Они хотели побеждать, у них была возможность побеждать. К сожалению, на футбольном поле со стороны команды Фортуна, Дюссидор не хватало их забивного лидера. Это я имею в виду, конечно же, Максима Кучеренко, который, кстати, друзья, передаем привет Максиму. Он стал отцом. Макс, тебя поздравляем. Раститесь здоровенькими. Это, наверное, очень важное событие в жизни каждого человека. Поэтому, друзья, на смену Максиму, или так, на помощь Максиму пришел всем нам известный форвард Сеня Федерец, который, кстати, и забил один мяч в ворота Фиорентины. Ну а в целом, в целом Фиорентина и Фортуна забивали большинство количества мячей как раз во втором тайме. То есть развязка была в конце игры. И тут возможность у того, что на морально-волевых ребята доигрывали, много мячей пропускали и, собственно, забивали. По одному очку разделили между собой коллективы. И мы, собственно, двигаемся дальше. Лацо у Боруссия Дортмунд. Ну, не заходят мои ставки на боруссийцев. Как я... Хотя, друзья, вы знаете, что я очень качественно, очень хорошо отношусь к этой команде. Команде, которая, я думаю, что через год, через два, может стать чемпионом Германии и Италии. Почему? Потому что очень качественный коллектив, очень хороший подбол исполнителей, очень хорошая организация. Есть понимание, есть удары, есть классные, классные, классные завершения. Есть приятное ощущение того, что этот коллектив еще не все сказал. И, грубо говоря, не стукнул дверью. И самые-самые интересные результаты, самые интересные игры впереди. Два очка, они забрали у Лацо. Два гола забили команде Владимира Чугуева. И, собственно, уже не может надеяться команда Лацо на чемпионство. Далеко не отпустили от себя Торино. Чем можно завдячивать, я скажу так, непосредственно команде Богдана Коваленко. Очень здорово выглядела в этой игре Боруссия Дортмунд. Не хватило как-то, как мне кажется, какого-то, что ли, мотивации, возможно. Или, в принципе, не хватило немножко огонька в глазах команде Чугуева. И поэтому они смогли с этой игры вынести всего лишь ничьи. 2-2 забивали у нас автогол для теловорота Боруссия Дортмунд на 55-й минуте. Примачук забивал на 14-й. И Терещенко, и Любченко забивали со стороны Боруссия Дортмунд. Видим даже, что по технологии событий Лацо еще могли и проиграть. Тогда бы была вообще сенсация. Но я думаю, что сенсация со стороны Боруссия Дортмунд еще у нас не за горами. Вильхлимс Хаффен обыграл своего прямого конкурента команду Парма. Команда Владимира Ковгана выглядела, в принципе, хорошо. Были собраны все ее исполнители. Парма тоже, чтобы сказать, приехала. Хоть и на раннее время чуть ли не 10-12 человек собрала на игру. И в этой игре на первое место выходило, конечно же, индивидуальное качество игроков. Видим, что игроки Вильхлимс Хаффена были немножечко сильнее, немножечко, возможно, удачливее, встали с правой ноги в этот день. И за счет своего мастерства, за счет желания смогли обыграть команду Егора Кузьмана. Смотря даже на то, что в воротах Кузьмесова стоял Яковлев, на воротах Парма стоял Яковлев, удалось все-таки 4 гола забить команде Вильхлимс Хаффен. Набирают они в итоге 9 очков и находятся на 8-м месте в турнирной таблице. Ну и, друзья, заключительный матч 15-го тура Германии-Италии. Наполи проиграла команде Максима Киселева Торино 4-1. Максим уже может думать о том, как организовывать, как подбадривать, как мотивировать свою команду на Лигу Чемпионов. Потому что, в принципе, отрыв уже от Лассо составляет 6 очков. У нас осталось 3 тура до конца. И в случае, если Максим одержит победу, команда Максим одержит победу в следующем туре, то может уже практически брать шампансер, тратить его на футбольном поле и праздновать чемпионство в Германии-Италии. Давайте посмотрим, с кем сыграет Торино на следующей неделе. Сыграют они, друзья, с командой, которая в этом сезоне еще не взяла ни одного очка. Это команда Парма. Напомню, что на Пасху 27-28 апреля мы отдыхаем и встречаемся с вами через неделю на полях под Гидрофейл 4-го 5-го мая. Так вот, Торино сыграет с Пармой. Есть возможность у команды Киселева забить, скажем так, не столько, сколько смогут дать им соперники забить, столько, сколько захотят. И тем самым отпраздновать свою победу и выход в прямой плей-офф Лиги чемпионов. Боруссия Дортмунд сыграет с командой Виталия Бессараба-Наполи. К сожалению, со сбором немножко Наполи в последнее время шатает. Тогда немножко нестабильно они себя чувствуют. Почему? Потому что после травмы игрока, да, некоторые там по разным причинам, люди это понимают из-за того, что возможно даже выборы, много было в этой команде приезжих. И тяжело было собираться в полном объеме на игру. Поэтому у Дортмунда есть хороший шанс обыграть своего прямого конкурента за высокие места в турнире таблицы. Ставим на победу Боруссии Дортмунд со счетом плюс 4. Боруссия Мехетладбах сыграет с командой Владимира Чугуева-Лацио. Ну, а у Лацио нельзя терять ни одного очка, нельзя терять бедительность. Почему? Потому что за ними с одним очком разницы отстает Фиорентино. Они имеют в своем активе 32 пункта, у Лацио 33. И Боруссия Мехетладбах, команда, которая находится сейчас на 9-м месте, в своем активе имеет 8 очков и позволяет соперник выбирать свою игру. Поэтому нужно побеждать, нужно забивать и тем самым укреплять свои преимущества, свои серебряные награды в Германии и Италии. Хофенхайм имеет реальный шанс, скажем так, расстроить Фиорентину. Несмотря на то, что ребята будут 2 недели отдыхать, я имею в виду, что Хофенхайм получит победу в этом туре. Пасху пропустит, да, и потом сыграет с Фиорентиной Андрея Бацевичу. То в принципе, если Бацевич привезет всех братьев, всю свою семью соберет, то Хофу с Ватерманюфом, с Кляром, с другими серьезными исполнителями может быть нелегко, я бы сказал, даже больше сложно. Ставим на победу команды Фиорентина с разницей мячей плюс 2. И, друзья, заключительная игра будет 16 на турах. Фортуна Дюссельдорф сыграет с Вильямс Хафен. В принципе, вы команды, которые проповедуют такой, знаете, любезный, дружеский футбол. Значит, атмосферное футбольное поле будет царить приятное. А все же Фортуна Дюссельдорф, учитывая последние игры, в принципе, индивидуальный класс исполнителей будет наголо сильнее, нежели их соперники. Но главное, что все получат хорошее настроение и позитивные эмоции. Это мы с вами прекрасно понимаем, и это я вам гарантирую. Что, друзья, с вами на победу Фортуна Дюссельдорф с разницей мячей плюс давайте 3. То есть 3 хватит, не надо больше. Давайте с хорошим настроением потом пойдем на дальше, на майские праздники отдыхать. Друзья, на этом все. Обзор 15-го тура завершен. 16-й тур мы с вами проговорили. Отдыхаем, напоминаем, с вами на Пасху. И готовимся к тому, чтобы 4-5 мая встретиться на футбольном поле. И все-таки развязка близка, поэтому каждая игра будет на вес золота. Оставайтесь сайфайл, всего доброго. Главное, оставайтесь с людьми.